МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 17.00 вечера мы будем рассказывать вам о творческой жизни нашего музыкального училища, рассказывать о студентах, о фестивалях и конкурсах. А сейчас для вас выступит квартет деревянно-духовых инструментов Чебоксарского музыкального училища в составе флейта Самохина Ульяна, Гобой, Филиппова Анастасия, кларнет Николаев Максим, Фагот, Саков Вячеслав. КОНЕЦ 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 Благодарим, квартет, за это прекрасное исполнение. Спасибо большое за исполнение. Для нашей сегодняшней беседы мы пригласили заведующую отделением духовых и ударных инструментов заслуженного работника культуры Чувашской республики Леонтьеву Эллу Владимировну. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы? Как ваше настроение? Как ваше настроение? Настроение замечательное. Во-первых, снег белый. Во-вторых, звучат духовые инструменты. Да, это самое главное, чтобы они звучали. Самое главное, чтобы у нас в республике знали о том, что цивилизация, культура, у нас уже очень многие десятилетия в духовой отделении существует. И поэтому всегда традиции, хорошие концертные программы. То есть все повторяется, конечно же, в наше время. И самое главное, чтобы мы готовили нам очень и очень достойную смену. Самое главное. Расскажите, пожалуйста, вообще из чего состоит духовое отделение? Да. Какое оно? Вот внутри? Наше отделение, конечно же, может быть, отличается от других отделений, потому что... Безусловно. Вот партитура оркестра, да, вот изначально у нас оркестр симфонический состоит из струнной группы, где у нас существуют скрипки, альты, виланчели. И, естественно, духовая группа. Это краски, это тембры. То есть симфонический оркестр без духовых инструментов – это камерный оркестр. И эти тембры обеспечивают довольно-таки большой состав инструмента. Во-первых, деревянная группа, которая сейчас замечательно представлена была в ансамбле. Кстати, ребята исполнили сонатину композитора Диабели. Венского композитора. И эти инструменты, конечно же, хоть и имеют средневековую историю свою, в оркестр они пришли не сразу. И при том, если у них очень древняя история, то есть инструменты, которые, например, изобрели специально для того, чтобы в оркестре они могли заполнить вот эти вот, знаете, все голоса. То есть сопрано, альт, тенор и бас. Вот на примере этого квартета у нас флейта – это очень высокий голос. Габой – это уже сопрано, кларни – это уже ближе к альту, и тенор и бас – это фагот. То есть смотрите, что получается, как в форе, как в вокальных голосах, да, все существует. Или, знаете, еще как, как в семье, да. Существуют родители, дети, или папа, мама, бас – это дед, конечно, да, который без него никак. Это наш, как говорится, самый авторитет. Это ритм нашего ансамбля, нашего оркестра. И вторая группа – это медные инструменты. Это блеск, красота. Это медные инструменты начинаются в партитуре. Бесвалторны, труба, тромбон и туба, да, эти инструменты тоже входят в состав симфонического оркестра. И вот так и получается, что наше отделение представлено десятью инструментами. Я еще вам не назвала один инструмент – это саксофон. Он тоже относится к деревянной группе, но он просто входит в состав духового и джаза в оркестра. А в симфоническом он эпизодически используется. Поэтому так и получилось, что у нас на отделении больше всего количества инструментов. Но этого опять мало. Конечно, наши зрители, слушатели, вы тоже прекрасно знаете, что симфонический оркестр звучит, мы его целостно воспринимаем. Мы не разделяем его на инструменты, мы просто понимаем, что звучат выразительные голоса. Но мы всегда ощущаем пульс в оркестре. Это достигается за счет ударных инструментов. Поэтому наше отделение духовых и ударных инструментов. А ударные инструменты я даже вам не буду перечислять, сколько их количество. Во-первых, это ксилофон, который, может быть, с детства еще знает кто-то там, я не знаю, там в садике, шумовый оркестр, еще что-то, небольшими палочками исполняли какие-то маленькие, да, маленькие произведения. Вот, еще назвали их там металлофончики как-то, да. А это настоящий профессиональный ксилофон, довольно-таки очень такой большой. Это маримба, инструмент уже с электронным, да, подключением. Это, конечно же, литавры, да. Литавры еще у венских классиков со времен Гайдена, Моцарта. Они уже прочно вошли в состав оркестра. Это, конечно, военный инструмент. Это малый барабан, по-другому его даже милитари называют барабан. Малый барабан, большой барабан. Это инструменты, всевозможные трещотки, кастаньеты. То есть их достаточно очень большое количество. Поэтому наше отделение, конечно, вот, может быть, в этом уникально. Но, может быть, нам и сложнее в этом, да. Потому что, знаете, вот очень бывает самое главное, чтобы мы попали на свой инструмент. Иногда приезжают абитуриенты и говорят, я хочу играть на таком инструменте. Но мы должны профессионально обязательно оценить его возможности, чтобы у него было будущее, посоветовать, например, ему, может быть, даже другое инструмент. Совершенно верно, да. По характеру как подходит. Обязательно. А это, кстати, я хочу вам сказать, вот, например, трубачи – это всегда лидеры. Это солисты в оркестре, это лидеры. И даже так часто бывает, что по характеру не подходит, а потом, может быть, даже и будущее не так сложится, да. А волторный – это обязательно романтик должен быть, да. То есть вот обязательно такое вот у него должно быть часто настроение, чтобы охватить такой большой диапазон. Я еще говорю, волторный – это как пуховое одеяло, которое над оркестром, да. Ну, это такие вот моменты, да. То есть это все складывается. А по поводу вот инструмента, таких как флейта, ну, представляете, инструмент, который, ну, только с хрустальным звоном, наверное, можно его сравнить, да, вот когда у нас такие впечатления всегда, что-то прозрачного и очень-очень светлого, да. Гобой, ну, гобой – это уникальный инструмент, наверное, один из самых проникновенных по своему звуку. Может быть, поэтому композиторы, вот мы иногда часто, даже любые кинофильмы смотрим, да, современные, и за кадром идет очень много фрагментов симфонической музыки. Да, да, да. И многими тоже говорят, вы знаете, вот мы где-то это слышали. То есть это очень хорошо, что уже заостряет даже наше внимание на том, что симфоническая музыка может как, ну, самой лучшей иллюстрацией быть и поддерживать, наверное, сюжет, да, как вот и кинофильм, или спектакль. И многие тембры инструментов уже знают, уже знают. То есть мы это слышали, но, может быть, даже и не видели. Поэтому, конечно, всегда хочется воспользоваться такой возможности. Когда вы приглашаете, когда происходят у нас встречи со школьниками, да, мы с студентами очень много, ну, достаточно много ездим по республике и, естественно, по музыкальным школам и обычным школам в городе, и мы знакомимся с этими инструментами. То есть мы рассказываем про каждого из них. Про историю, да? Обязательно, про историю, потому что про каждый инструмент есть своя сказка, между прочим. У нас есть специальная даже программа, которая так и называется «Сказки про музыкальные инструменты». Для более взрослой публики она называется «Известный и неизвестный музыкальный инструмент». Это проекты нашего отделения, которые как раз вот в последнее время, вот, ну, скажем, проекты, они где-то 5-6 лет существуют. Вот, например, конкурсы, которые у нас есть на отделении, существуют уже достаточно давно. Я вам даже хочу сказать с прошлого века, потому что с 99-го года у нас конкурс «Волшебный свирель» чисто вот на нашем только отделении. Это духовые и ударные инструменты. К нам приезжают, наверное, со всей России участвовать, да? Вот. Тем самым мы и своим ребятам помогаем других услышать, и себя показываем. Во всяком случае, уровень. Всегда нужно отслеживать, что сейчас у нас происходит. Мы не должны закрываться только, как говорится, в наших, хоть и замечательных стенах, но все-таки в одной и той республике нет. Конечно, обязательно. А расскажите, пожалуйста, в каком году открылось ваше отделение в музыкальном училище? Ну, здесь по поводу отделения можно даже отдельно и не говорить. То есть открылась музыкальная училище в 29-м году, и в 29-м году открылось наше отделение. Но нам очень и очень повезло. Потому что, вот представьте себе, что Чебоксары, где были только музыкальные классы, да? Музыкальная школа так еще, она только начинала существовать, и были просто музыкальные классы. Потому что в свое время, в начале 20-го века, у нас не было здесь своего филиала русского музыкального общего, то, что было в Уфе, в Казани и даже в Симбирске, да? Но тут нам повезло вот в чем. К нам приехали замечательные музыканты. Наш чувашский композитор Степан Максимов, он пригласил, он сам обучался в Москве, и пригласил сюда просто высочайших профессионалов своего дела. Это были оркестранты. Это был Иван Кузьмин и Сигизмунд Габер. И вот что получилось. Во-первых, они, естественно, организовали на отделении музыкального училища духовой и симфонический оркестр. Мы должны даже об этом отдельно сказать, что духовой отделение – это еще и духовой оркестр. Наши ребята, в первую очередь, учатся играть в духовом оркестре. И потом на базе уже студенческого оркестра впервые в Поволжье, то есть, представляете, впервые не было ни в Казани, ни в Симбирске, ни в Уфе, у нас был организован здесь симфонический оркестр. Между прочим, этой датой мы гордимся – 1932 год. Это был симфонический оркестр, первый в Поволжье. И там, конечно, играли и профессионалы, и студенты, только что обученные мастерами. Ну, вот какой показатель, как они преподавали? Ну, во-первых, это создание оркестра. Это раз. Создать коллектив – это всегда очень сложно. У них был опыт и в военных оркестрах, и везде. Но самое главное, что их ученики выехали за пределы Чувашии. Они поступили в престижные московские Санкт-Петербург, тогда это был Ленинград, консерватории и заявили сразу о себе очень-очень мощно. То есть мы можем даже говорить, что первый конкурс, который организовали в 1941 году исполнительно духовых инструментов, там наши выпускники сразу себя проявили. Это кларнетисты, волторнисты. И потом уже плеяда пошла с самых выдающихся музыкантов. Поэтому я давайте сразу о них скажу. Давайте. Вот знаете, как получается, что, конечно, сейчас нам вроде замылилось вот это само название международный конкурс, потому что нас их много. А представьте, в то время, когда международный конкурс, это значит, нужно было обязательно победить в Советском Союзе, выиграть. Потом только тебя отправляют за границу. И это, конечно, выдающиеся наши выпускники, которые прославили нас на весь мир. Да, ну, мы можем говорить о Викторе Галкине. Замечательный волторнист, который играл в Большом симфоническом оркестре многие годы. И из-за его соло волторны приходили специально на концерты именно симфонического этого оркестра. Он науриат международный конкурс, то есть это наша звезда. Ну, а кем мы гордимся просто основательно, потому что объездил этот величайший музыкант более 40 стран, выпустил где-то около 8 или 9 дисков в своем исполнении. Первый концертирующий габаист в нашем Советском Союзе, не в России, а в Советском Союзе. Это Анатолий Сергеевич Любимов, габаист, который очень долгое время поддерживал музыкальную культуру Чувашии. Чем он? Во-первых, он прижал с концертами. То есть выделить в графике, в своем вот таком гастрольном, так как он играл первый габой, концертмистер группы габой был, в госоркестр под управлением Евгения Федоровича Светланова. И практически вся антология русской музыки, которая записана этим дирижером, он там как раз исполнил все солирующие партии габой. Это очень ответственно, почетно, но и для нас, конечно, очень, мы гордимся этим. Да, и для вас это очень почетно. Да, да, да. А расскажите, пожалуйста, какие педагоги работают на отделении в данный момент? Ну, у нас, конечно, есть старейшие педагоги, есть новые педагоги. Я хочу сказать, что, в принципе, отделение собирается не сразу, да, как вы понимаете. Вот даже когда открывается отделение того же 29-го года раньше... Приглашается. Приглашается, ну, например, даже один педагог мог вести несколько инструментов. Нам сейчас жизнь этого не позволяет. Мы должны профессионально подходить к каждому инструменту. И у нас, конечно, приглашены педагоги, солисты даже, то есть наших оркестров, да, ведущие. Вот, например, класс флейты подает старейший педагог Смирнова Галина Ивановна. Она долгое время была заведующей отделением, флейтистка. И еще у нас есть педагог-флейтист. Это заслуженная работа культуры России, Чувашии, Сидорова Анжелика Викторовна. Она готовит очень таких крепких флейтистов, вот, которые очень мы часто радуемся, что они побеждают на многих конкурсах. Класс «Гобой» веду я, вот, Леония Владимировна. Вот, класс «Кларнета» и «Саксофона» у нас ведет Андербаев Рамиль Нуриянович. Вот, класс, давайте я сразу же по партитуре. Фагота у нас Степанов Андрей Арсевич, заслуженный артист Чувашии, солист театра оперы и балета. У нас класс «Трубы» преподает заслуженная мультикультура Чувашии Чижиков Александр Геннадьевич. То есть, смотрите, у нас в каждом классе есть свой преподаватель, то есть специалист своего дела, который передает свои навыки и обучает инструменту каждого своего студента-ученика. И тромбон преподает заслуженный артист Чувашии, Андрей Николаевич Семенов. Долгие годы работавший тоже солистом театра оперы и балета, долгие годы был заведующим духового отделения. И вообще, он у нас самый главный мемуарист, потому что очень многие архивные документы. Вот ни у кого не хватает терпения или внимания что-то собрать или сделать. У него всегда можно найти заметку какой-то газеты, которая выходила о выдающихся каких-то достижениях. Фотографии. Очень много было встреч. Были съезды в Союзе композиторов в Чувашии или, например, по Волжье. И там как раз встречались все звезды, которые раньше обучались в музыкальном училище, приезжали с концертами. Тоже есть фотографии, архивы. Еще тут надо обрабатывать, конечно, но, во всяком случае, это есть. Мы очень благодарны. А как ваши студенты находят работу? Ну, давайте, да, поговорим. Самый распространенный вопрос. Это распространенный вопрос, потому что смотрите, что получается. Ведь часто мы слышим какие выводы, что сразу, например, после школы пошли учиться в ВУЗ. То есть не обязательно по музыкальной специальности, а по любой другой. И специальность немножечко бывает такая размытая. Вот я не буду рекламировать какие-то ВУЗы, называть специальность, но она бывает размытая. Очень сложно нам определять, бывает, в подрастающем поколении, на кого же они отучились. Потому что это высшее образование, это очень общее. А вот наше среднеспециальное образование, оно нам дает узкую специализацию. И вот что написано у нас в дипломе, например, нашего отделения. Ну, во-первых, это артист оркестра. Артист оркестр. То есть мы понимаем, если это оркестр, где у нас участвуют духовые инструменты. Это симфонический оркестр. Вся группа деревянных и медных духовых, это, как говорится, наша первоначальная работа. Это духовой оркестр, который может быть эстрадным духовым, который может быть чистым духовым. И может быть военным оркестром духовым. И вот здесь я тоже хочу остановиться немножечко подробнее. Военный духовой оркестр сейчас возрождается у нас в России. Вся эта военная служба одно время немножечко уменьшалась по своим размерам. Но сейчас нехватка идет музыкантов. И поэтому я хочу сказать, практически все, кто прошел прослушивание в эти оркестры, были приглашены и в Санкт-Петербург, и в Москву именно работать в военной оркестре. Отслужить в армии год, и потом предлагают контракт. Это уже их выбор. Захотят они согласиться на контракт. В принципе, сейчас военные, конечно, имеют очень хорошие льготы. И это пусть они сами решают. Насколько им военная служба близка или нет. Но многие так и остались, конечно, шлют приветы из Москвы, из всех, из Санкт-Петербурга. И там в оркестрах они уже работают. Но плюс, конечно, вторая наша специализация – это, естественно, преподаватели музыкальных школ. Вот здесь, конечно, тоже нужно объяснить, что мы преподаем в музыкальных школах. Мы не преподаем в общепризывательных школах. Мы также будем обучать, как студентов обучали в училище, мы также будем обучать и в музыкальной школе. На флейте, на гобои, на трубе. И вот это настолько сейчас своевременно получилось. Какая ситуация? Что в 2016 году правительство российское во главе у нас с Ольгой Голодец по инициативе духовиков у нас замечательный был такой выдающийся руководитель военной службы – это Валерий Халилов. И по их инициативе был поставлен вопрос, что же происходит у нас с образованием музыкальным, чисто духовиков. И посмотрели, на каких инструментах играют. Ну, конечно, инструменты… Ну, в столицах были инструменты. А вот то, что касается уже, да, за пределами, там, конечно, были такие довольно-таки печальные, что старые инструменты были. Стал вопрос, чтобы мы изготавливали в России инструменты здесь. И вот в этом году на культурном форуме, как раз я могла и засвидетельствовать, были представлены первые инструменты отечественного производства. Очень достойные, в принципе, если будет государственная программа и будут по школам распространять, то как раз понадобятся, естественно, наши студенты. Есть инструменты – нет преподавателей. Елена говорит, есть преподаватель – нет инструмента. А дети найдутся всегда, потому что родители сейчас понимают, что учить музыки надо. Это, да, это обязательно духовное развитие детей, чтобы было и существовало. А какие квалификации? Вы сейчас сказали же, да? Да, я сказала, что артист и преподаватель. И в школах искусств может тоже работать? Это однозначно. То есть музыкальная школа и школы искусств имеют одинаковую программу. Там в тонкости не будут сейчас вдаряться, но самое главное – там обучают игре на инструменте. То, что нам нужно. Тяжело, грубо скажу, доставать эти инструменты, потому что они же очень… Очень дорогие. Они дорогие, но вот смотрите, что получается. Вот, например, даже если вы сейчас сколько студентов перечислили на нашем отделении, здорово, что у нас в последнее время закупаются инструменты. И даже вот в этом году, в 2018 году, Министерством культуры Чувашской Республики одобрен очень большой заказ именно нам, нас, отделение, для наших студентов. Вот только для духового отделения. То есть это не один миллион, да, и мы только можем радоваться. То есть нас ожидают, конечно, может быть, такие волнительные моменты, когда уже будут закупать инструменты, потому что нам обязательно нужны только качественные, хорошие инструменты. Конечно же. Вот, и поэтому здесь у нас будет очень внимание большое. Но самый такой процесс, что, например, если абитуриент, студент поступает к нам, и мы можем ему уже дать инструмент, чтобы он себя попробовал, это очень и очень много значит. Потому что сразу купить, конечно, бывает сложно. Невозможно, да. Элла Владимировна, спасибо большое, что вы пришли на нашу программу. Желаем вам счастья, здоровья. Встретиться уже какой-нибудь на другой передаче. Ну, конечно, конечно. Спасибо вам, что вы позвали, но мы, самое главное, всех вас ждем на наших концертах. Конечно же. Да, приходите. Ну, а теперь, дорогие наши телезрители, небольшая реклама. Далее на нашу программу мы пригласим... Двух студенток. Студенток четвертого курса Самохину Ульяну и Филиппову Анастасию. Не переключайтесь. И вновь с вами музыкальное училище имени Федорова Павлова. И в нашу студию пришли студентки духового отделения. Девочки, как вас зовут? Ульяна и Настя. Очень приятно. Очень приятно. Взаимно. Как ваше настроение? Замечательно. Очень хорошее. Ну, наконец-то уже зима постучалась к нам в двери. И, наконец-то, белый снег. Скоро Новый год, самый главный. Да, скоро Новый год. Девочки, расскажите, пожалуйста, где вы получали первые азы музыки? Я в шесть лет пошла в музыкальную школу имени Максимова. У меня крестная играла на саксофоне. И я была очень увлечена этим инструментом. И до сих пор он мне очень нравится. Но в то время, когда я пошла поступать, педагога не было. И меня дали на флейту. Но ты не расчаровалась? Все нормально? Приняла это? Конечно, да. А ты, Настя? Ну, так получилось, что моя музыкальная профессиональная деятельность началась гораздо позже. Я пошла в школу на ударные инструменты, музыкальную школу в 14 лет. То есть я до этого никогда музыкой, наверное, не интересовалась так сильно. Но потом я увлеклась рок-музыкой. Мне захотелось стать барабанщиком. Да, я пришла. На самом деле это дало... Вот когда играешь разные ритмические рисунки, это потом очень сильно пригождается музыкальным училищем. Ну вот я занималась потом, когда захотела поступить в училище сама. Ну и вот я здесь, габой духовой. А как вы сказали о музыкальном училище? Кто был вашим наставником на тот момент? Друзья, наверное. Рассказали, да, где находится училище? Иди поступай. У тебя все получится. Примерно так это и было. А как готовились, как поступали в музыкальное училище? Как трудно ли было? Наверное, вопрос лучше к Насте, потому что я заканчивала музыкальную школу, и, естественно, после этого это было очень славно. Ну как полегче было. Почти незаметно. Почти незаметно. Ну, я долго готовилась, целый, наверное, год. То есть это было целенаправленно. Я занималась дома, у меня было фортепиано, я под него пела. Ходила на подготовительные курсы? Да, ходила. И, ну, на самом деле, в первое время было очень тяжело, но впоследствии наши учителя, они помогали, и сейчас, ну, хорошо, все. А как вам в стенах нашего музыкального училища вот эта вот вся атмосфера такая творческая? Ну, у меня после школы было прям очень, очень я... Мне было комфортно, потому что я, наконец-то, почувствовала себя в своей тарелке, и среди всех творческих людей чувствуешь себя на своем месте. Все они очень вдохновленные, очень жизнерадостные многие. И каждый уникален. Да, и у каждого свой талант, и все спешат поделиться им друг с другом. Вот, и каждый день что-то новое для себя приоткрываешь, и даже во внутреннем своем мироощущении. Очень много опыта можно перенять от таких творческих людей. Ну, то есть, такого опыта, которого, наверное, нигде больше получить нельзя, правда? Только у нас в училище. Да, да. А девочки, вообще вам нравится учиться в училище? Конечно. Конечно, нравится. Конечно. Это, наверное... Я думаю, что это лучшие годы. Я уверена, что это лучшее вот именно это время. Вот у нас на столе лежат ваши инструменты. Познакомьте, пожалуйста, нас с ним. Это флейта. Это деревянный духовой инструмент. Только... Он не деревянный. А? Ну, только не деревянный, да. Но он относится к группе деревянных. Вот. Он у меня сделан из серебра, полностью серебряная. Дорогой? Дорогой. Вот. Но любимый. Ну, еще есть разновидность ее. Флейта пиккола маленькая. Где-то она вот такая вот. Там такая же система. Еще есть блок флейта. Она деревянная, с отверстиями. Да. На ней обычно маленькие детки учатся. Там пастухи играют. Не знаю, какие еще стыки. А, Настя, расскажи нам тоже. Ну, это гобой. Инструмент, который был известен еще в древнем-древнем мире. У него было много предков. Это авлас. Это был двойной гобой. На нем играли. Потом был шаумей. Ну, он был уже похож более-менее на гобой. На нем играли также. Ну, что я могу сказать. Самый мой любимый, самый замечательный тембр, который я не знаю, с чем его можно вообще сравнить. В голове вытекает такой вопрос. Почему именно эти инструменты? Вот как привлекли они вас? Звучанием своим или вот чем? Или по характеру, по темпераменту. Я думаю, и то, и то. Да, очень подходит. Потому что, если нам даже с Настей поменяться инструментами, ну, это полное несоответствие. Потому что флитисты, они в основном все веселые, жизнерадостные, легкие, свободные какие-то. Любят общаться. Да, в эфире. Вот. А гобоисты, они более собранные. Серьезные. Как-то сконцентрированы на своем внутреннем мире, я думаю, как-то так. От тамбра очень многое зависит. Вот вы сегодня были в составе этого прекрасного квартета. Кстати, спасибо вам большое за такое исполнение. Было очень неприятно слушать. И вот расскажите, как вы готовились? Мы собирались вечером, репетировали. На самом деле, мы с начала сентября на салу Владимировна собралась. Сказала, я хочу квартет. Вот. И теперь... Давайте будем собирать... Да, у нас несколько произведений в работе. И, ну, я думаю, что мы будем выступать с нашим квартетом на концертах. На конкурсах. Может быть, да. Почему нет? Дастаргировать. Хотелось бы. Как получится, да. А вот именно это произведение, расскажите о нем. Как оно называлось? Это просто соната. Ну, соната одна из многих... Диабеля, да, композитор. Романтик. Сразу приняли это произведение? А то я вот разговариваю с моими одногруппниками, которые учатся у вас на отделении. И они говорят то, что каждое произведение нужно как-то принимать, надо как-то готовиться. А вы как вот готовились? Сразу почувствовали вот этот настрой этой сонаты или как? Я думаю, что не сразу. У меня тоже это не сразу произведение. Знаете, там, что удобно в этой сонате, там можно показать все тембры наших инструментов, потому что мы по очереди вступаем, у нас как бы соло у всех. И сначала гобой начинает, потом флейт, потом кларнет. И именно этим она удобна, потому что мы можем все показать именно свой тембр. Но при этом сложность в том, что нам нужно одинаково показывать. Ну, вначале мы играли все как-то немножко по-разному. По-своему. Да, по-своему именно. Как чувствовали. Ну вот, под руководством Владимира что-то скомпоновалось. А девочки, а чем занимаетесь в свободное время? Рисуете, поете, танцуете, в кино ходите? Расскажите, пожалуйста, как досуг проводите? Свободного времени на самом деле не очень много. Это все мало. Мало. Вот, потому что приходится приходить утром, заниматься. Уходим вечером, часов 8-9, опять же, заниматься. И остается воскресенье, ну что там... Поспать, поедать. Да, поспать, это мечта. В лес ходить очень приятно. С душевных сил набраться, да? Да, конечно, с природой немножечко почувствовать уединение. Ну, а так, как все, наверное, в кино тоже ходим. Я знаю, что ты еще учишься и на вокальном отделении. Да, я стараюсь петь. Еще. Как сложно тебе учиться на двух отделениях? Да, как совмещаешь? Сложно. Ну, это непросто, потому что много накладок. Вот. Но педагоги все очень... Идут, наверное, в встречу. Понимающие. Да, этим очень хорошо. А кто у тебя педагог по вокалу, по специальности? Иванова Агриппина Зосимовна. Да, она заслуженный работник Чуварцевской культуры, Российской Федерации. Замечательная. Я знаю, что у нас сегодня в училище прошел концерт ко Дню Матери. Да, кстати. И ты сегодня там пела. Она сегодня исполнила великолепное произведение. Еще ансамбль, да, пела ты? Да, с ансамблем мы еще. Может, там что-то споешь сейчас? Ну, это произведение я не пела в программе. Просто это романс. Мой прадедушка очень его любил. И мне рассказывали, как он садился и пел с гармошкой по-своему, но очень душевно. Вот в память о нем исполню. Белым снегом, белым снегом, Ночь метельная ту стёжку замела, По которой, по которой, Я с тобой, родимый, рядышком прошла, По которой, по которой, Я с тобой, родимый, рядышком прошла. Браво, великолепно, да. Спасибо. Настя, а вот ты проводишь досуг? Я пытаюсь вспомнить, когда у меня в последний раз было свободное время. Обычно в свободное время я работаю. Она работает. Ты еще и работаешь, да? Я работаю, да, в детской музыкальной, Детской школе искусств номер 3. А давно работаешь уже? С первого курса. Это, получается, на 2,5 года. Трудно ли вообще совмещать учебу и работу? Ну, конечно, всегда трудно, наверное, совмещать учебу с работой. Но, знаете, это очень многое дает взамен. Опыт. Именно работа с детьми. Знаете, когда преподаешь, Замечаешь ошибки детей, Которые потом можно в себе заметить и исправить. И это именно этим, я думаю, преподаванию очень полезно. Я вот тоже заметила еще одну вещь. Я тоже начала преподавать. Ты тоже преподаешь? Да. Не так интенсивно, как Настя. А ты что преподаешь? В флейту в школе искусств при музыкальном училище. Да, кстати, да, слышала то, что мне давали. И что я заметила, когда начинаешь сама доносить информацию, Потом приходишь на уроки по специальности, И понимаешь педагога, Насколько много он вкладывает, оказывается, в нас. И что он требует. Да. И что нужно. Вот. Для меня вот это было открытием. Я стала более чутко относиться к... Самое интересное, знаете, еще то, что вот приходишь на первый курс, И, может быть, не совсем понимаешь иногда, что тебе говорит педагог. Да. А когда начинаешь преподавать, понимаешь, что других-то слов и нет. И начинаешь говорить теми же словами, которые дети наверняка тоже не понимают. Ну, я вот стараюсь немножечко более открыто быть с детьми. Да, с ними нужно дружить. Да, вот мне и Настя, она же с первого курса преподает, Она мне очень много чего поведала, да, спасибо ей большое. Вот, она мне и всегда помогает. Вот. И я забыла, что хотела сказать. Бывает. На четвертом курсе, да? На третьем. А, на третьем. А есть какие-то уже планы на будущее? Есть. Может быть, подумки какие-то вот? Подумки. У тебя вообще большой выбор. Ты можешь и как оперная певица быть, и как профессиональным. Ну, выбор есть, да. Но пока еще не могу сказать точно, что я выбрала, что судьба, наверное, подскажет. Вот. Но мне нравится и то, и другое. Я не могу... Разорваться. Я не могу выбрать, это невозможно. Ну, можно совмещать. Конечно. Да. Проблема, да? Да. Да. Ну, хочется, конечно, поступить в консерваторию, в институт культуры, вот, куда-нибудь. Я думаю, поступать даже не столько в учебное заведение, сколько к педагогу. Педагогу, да. То есть у нас в Чебоксарах не такой большой выбор. Ну, то есть у нас нет консерватории, как таковой. И, соответственно, если бы у нас была консерватория, мы бы поступали, наверное, в Чебоксары. У нас ее нет, поэтому, конечно, придется куда-то уезжать. Но зато потом можно будет вернуться, уже придавать какие-то свои профессиональные знания, полученные из каких-то других мест, городов. Смотрите, да. Вот, например, поехали в Питер, вы обе. Вы учили. Получили высшее образование. Закончили консерваторию. А вот захотели бы вернуться обратно в Чебоксар и преподавать уже тут? Или остались бы там жить? Вы знаете, я думаю, это зависит от того, будем ли мы здесь нужны. То есть здесь же все довольно хорошо налажено. Предоставить на работу, да. Если молодые специалисты всегда нужны. Ну да. И еще, ну, в любом случае, вот я уверена, что мы будем сюда приезжать, даже если не на постоянную работу, да, то давать какие-то мастер-классы обязательно, то есть как-то помогать, развивать в любом случае. И просто в гости. Обязательно, конечно, там обсуждастся. Наши музыкальные училищи. С педагогом. Да. Девочки, расскажите, пожалуйста, о вашем самом великом, выдающемся достижении. Вот за четыре, за три года вот. Ну, для себя. На каких конкурсах побывали? В каком городе побывали? Ну, как сказать, достижения с конкурсом связаны... Конкурсов было много. И всероссийские, и международные. Но главное для меня достижение, это то, что я поняла, что... Как нужно трудиться, как нужно работать, и просто себя слушать. Как-то это все в общем, все внутреннее. И мне сложно сказать, я вот там победила в том конкурсе, ну я молодец. Любой конкурс — это большой опыт. Да. Это большой урок. Да, к каждому этапу ты готовишься, ты заново себя переосмысливаешь. Ты столько должна вкладывать. Вот закончился один конкурс, и ты вроде такая... И тут опять другой конкурс. И тут опять другой конкурс, тебе дают новую программу, и ты думаешь... Опять, думаешь... Это же... И ты просто начинаешь опять заново, и ты понимаешь, сколько нужно еще внутренне дорасти, и сколько нужно вложить в это, опять вкладывать и вкладывать. Ну... Все получится, все будет хорошо. Нужно пополнять себя для того, чтобы что-то отдавать. Даже сегодня на концерте я, когда пела, я почувствовала, что насколько сильно нужно давать зрителю почувствовать все твои чувства, все твои переживания, насколько... Это должно быть настолько, даже немножко преувеличено для себя внутри, как бы по чувствам, чтобы они смогли понять какую-то долю твоих эмоций. Ты так артистично сегодня исполняла это. Спасибо. Даже мурашки по коже шли. А ты? Я думаю, что... Я думаю, вы со мной согласитесь, что для музыканта каждый день это свое маленькое достижение. Не бывает такого, что... Согласна, да. Вот здесь я достиг вершины, и дальше нет. И все больше, и дальше нет. Конечно. То есть каждый день ты по ступенькам каким-то поднимаешься, карабкаешься, я бы даже сказала иногда. И это ведь достижение не лауреатство их дает, например, не победа в каком-то конкурсе, а именно что-то свое, личное, внутреннее. Ну, если вы про конкурсы спрашиваете, то... Да, именно. Да, как бы, да. Ну, мы занимали, и Ульяна побеждала во всероссийских и международных. Я лауреатом становилась. А в каких городах? Ну, я недавно в Казань ездила. Ты какое место заняла? Там был... Я заняла диплом. Это четвертое место. Вот. Конкурс там был большой. У меня... Мне сказали за день до конца подачи заявок, и я... Мне сказали, вот ты тут играешь. И я вот это и сыграю. Вот. И мне сказали, что не соответствовала программа. Вот. Там нужно было играть крупную форму тоже очень. Многое зависит от репертуара. Да. Вот. Но моя педагога Сидарова, Анжела Викторовна, она меня очень всегда крепко держит и говорит, вот ты должна сыграть. Ты вот, несмотря ни на что... Должна сыграть. Да. И должна все сделать для того, чтобы... Для того, чтобы себя победить. Наверное. Вот. И вот так. Ну, куда мы еще ездили? Ну, в Нижний Новгород я ездила. В Нижний Новгород Настя тоже ездила. В Нижний Новгород, Настя тоже ездила. Вот. Вообще, наши педагоги, они всегда очень крепко именно в программах нас держат. И Элла Владимировна мне несколько раз говорила, назад пути нет. Да. Мы выбрали это, значит, мы... Надо до конца. Да, до конца. Я думаю, они очень-очень сильно нас поддерживают. В вокалу я в Москву ездила. В прошлом. В прошлом. В прошлом. Я не помню, в какой момент. В простом конкурсе. Да, это был конкурс «Золотой голос России». Ух ты. Да, я там заняла второе место. Там была жюри Любовь Казарновская. Она послушала меня, это уже для меня... Колоссальный опыт уже, да? Колоссальный опыт, да. Вот так. Очень круто. Девочки, а что для вас самое ценное в учебе? Что для вас самое-самое ценное? Опыт, знание, общение с профессионалами, с нашими педагогами и с ребятами, с будущими профессионалами. Но это огромный опыт, на самом деле, жизненный, который вот нигде больше не получишь. Согласитесь. А вот перед конкурсом вы как справляетесь с волнением? Вот я всегда, каждый раз задаю это тебе вопрос, но я никак не могу ответить. И мне очень интересно ваше мнение. Ну, это многое зависит от опыта. Я как-то с малых лет была такая достаточно активная и постоянно везде старалась участвовать. И поэтому это, естественно, происходит, что ты себя уже настраиваешь под конец. И как бы там ни было, ты должна выйти. Никто не должен знать о твоих проблемах, о твоих чувствах, переживаниях, ничего. Вот ты есть, твоя программа. И вот единственное, что я говорю перед выходом, перед смертью не надышишься. И все, идешь. А я всегда кричусь. У кого что. Да. Я заметила, что если хорошо дать себя поволноваться за день, за день до конкурса, я хожу просто, все в волнении. Зато у нас в день конкурса уже не так сильно волнуешься. А вот когда сразу, а вот когда не волнуешься, да? Запомните. Да, вот так. А какая атмосфера у вас царит на отделении? Говорят, что вы самое лучшее отделение. Ну, самое дружное. Самое дружное, да. Я думаю, духовой оркестр нас очень сильно сплачивает. И мы всегда все вместе там общаемся, работаем. Ну, я имею в виду в оркестре, да, студенческом. Ты честно смеешься? А если отсутствие смеешься? И поэтому у нас все там с первого до четвертого курса. И мы всегда общаемся. И с ребятами, которые уже закончили. И с ребятами, которые были на четвертом курсе. Когда мы были на первом, мы со всеми общаемся. И это очень сильно сплачивает нас. Я тебя сплю. Правда? Правда. Правда. Девочки, а вот довольны ли будущей профессией? Вот честно, вот, довольны ли? Будущей профессией? Да, будущей профессией. Бывает, что, например, некоторые недовольны. Вот какую-то другую специальность выбирают. Не знаю, я с детства видела себя в этом. Я ходила с мамой в театры. Не так часто у нас получалось ходить. Но я всегда, когда видела артистов на сцене, я смотрела и думала, Господи, они же там выступают. Они же там за кулисами что-то делают. Это же так прекрасно. И как-то судьба меня привела к этому. Я другого пути не... Не видела. Да, не видела и шла как-то по этой дороге. Она меня несла сама. Вот. Поэтому я очень довольна. Девочки, есть у вас любимый композитор? Любимый композитор Ры, я думаю. Потому что одного назвать очень сложно. Но в каждой эпохе, на самом деле, я думаю, есть свои. Но мне в основном нравятся больше именно современные классики, неоклассики. Очень нравятся пуленк и особенного соната для Габоя. Мечтаю когда-нибудь ее сыграть. Она сложная в исполнении? Конечно. А вы сами не пробовали что-то сочинять? Какие-то привестения такие? Вот, например, на отделении народных инструментов там, например, даже стихи и сочиняют студенты. А вы вообще что-то сочиняете? Тоже очень много талантливых ребят. Да. Да, я думаю, среди них встречаются и гениальные тоже на нашем отделении. Не хотите что-нибудь прочитать? Да. Ну, такое вот. Репертура что-нибудь. Ну, наверное, что-то... Не знаю. Ну, я пишу, но это в основном очень личное что-то в силу возраста. А что заставляет тебя вот написать сегодня сессию? А я не могу так. Как вот сейчас вот сесть. Известное время. Это вот... Произойдут определенные ситуации в моей жизни, определенные обстоятельства. Вот. И я как бы... Я пытаюсь собрать это все в рифму. Вот. Но я очень долго к этому иду. То есть, если я пишу стихотворение, то оно зарождается очень долго. Может пройти месяц. Я уже отойду от этого. Вот. Но выдача будет только вот когда, например, у меня все хорошо. Я вот потом уже напишу. Ульяна Настя, спасибо большое, что вы пришли сегодня на нашу программу. Мы желаем вам дальнейших творческих успехов. Здоровья. Счастья, здоровья. Да, самое главное. И вам, кстати, зима. Ешьте побольше мандаринов. Обязательно. Спасибо. Дорогие наши телезрители, наша программа подошла к концу. С вами сегодня было музыкальное училище. Прямой эфир вели Инна Хлынова. И Никита Родионов. До новых встреч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин